Я считаю, владели преимуществом. Те моменты, которые у нас возникали, мы их не реализовали. Очень легко пропускали сегодня мячи. Душина, пользуясь ситуацией, отдала нам территорию и ждали своих шансов на контратак. Забили еще, но, к сожалению, нас подвело исполнительское мастерство в завершающей стадии хотя моменты были, я считаю, хорошие, могли эту игру сукарать по-другому и результат, соответственно, мог быть другой, но на табу 0-3. Спасибо, вопрос. В чем все-таки не выполнен план на игру для самого? Первое, то, что не смогли забить те моменты хорошие, которые у нас были, смогли довести до логического завершения. Соответственно, когда пропустили, огромное желание было отыграться. Естественно, возникают свободные зоны со спиной наших защитников. И Душина, грамотная команда, мы к ней готовились, видели, что у них есть это козырь в контратаке, довольно хорошая группа атаки, быстрые, индивидуально сильные футболисты, поэтому они своими шансами воспользовались. И большой процент реализации сегодня золой душины, поэтому они и выиграли. Еще вопрос, Владимир Владимирович. 17-3, счет по удару в сегодняшнем поединке, и счет на табло 0-3. По Вашему мнению, это не везение, это не доработка ваших футболистов или что это? Такие игры тоже случаются, надо просто пережить и идти дальше. Сделать выводы из сегодняшнего матча. Я думаю, нам поможет в дальнейшем, чтобы мы свое преимущество все-таки реализовывали и выигрывали таким матчем. Замена Сокола в перерыве – это недовольство его индивидуальной игрой, или это смена формации ее состава? Не уверенно. Артем сегодня провел первый тайм, поэтому решили в начале атаки улучшить качество и эти атаки более спокойно начинать и развивать, для того, чтобы мяч больше расставлялся вперед и там уже искать свои моменты, которые не были сегодня, но не довелись до логического движения. Еще вопрос, после того, как провели замену Амутриева на Гагалашвили, получилась эта зона десятки, немножко такой удаленной, и там никто не выходил туда в зону подбора и вот конструирование последнего паса. Вам так не показалось? Там заполняли эту зону и крайне полозащитники, и опорные, то есть пытались сыграть разнообразно через широкие фланги и через прием мяча между линиями, когда это получалось, и Сисько хорошо бил опасно, именно из центральной зоны, и были моменты еще для развития наших атак. Поэтому пытались действовать разнообразно, пытались скрывать оборону соперника, но они довольно грамотно оборонялись и довели дело до своей победы. Продолжение следует...